Добрыня и змей Во времена стародавние Жил-был в городе Рязани Богатый купец Никита. Дожил он до глубокой старости, А когда умер, Остался у него сынок молодой Добрыня Никитич. Умным он рос, разумным, Мать его, Амир Фатимофеевна, Нарадоваться не могла, На любимое свое детище. Богатырем рос Добрыня, Ничего не боялся, По нехоженным лесам один бродил, На диких зверей охотился, Которых в дремучей чаще встречал. С юных лет была у Добрыни Дума заветная, Знал он, что откуда-то С далеких гор Сорочинских И издавна на Русь Свирепый злодей Змей-корыныч прилетает, Похищает мирных жителей, И очень хотелось Добрыне Этого змея прикончить. Но дни за днями текли, А все не удавалось богатырю Со змеем встретиться, Зато маленьких злых змеенышей, Змеевых детенышей, Конь Добрыни топтал В поле без жалости. И вот однажды Собрался на охоту Наш Добрынюшка, С тревогой провожала Его матушка. Гуляй, Мое дитятка, Но помню, Есть лесу, Почай река, Быстрые, Сердитые, Глядей, не купайся в ней, Не то может с тобой Беда приключится. Только засмеялся В ответ Добрыня, Да разве побоится реки Добрый молодец? Надел он Свой колпак узорный, Взял палецу богатырскую, Да самострел, И весело в путь отправился. Долго ходил Добрыня по лесу, Немало дичи добыл, Устал, Жарко ему стало, Искупаться бы, Думает, Глядит, А перед ним по чай река, Забыл добрый молодец, Материнские наставления, Разделся И кинулся в воду. Плавает Добрыня, Смеется, Весело ему, И вдруг слышит Страшный шум над лесом, Летит к реке змей Горыныч, Огромные гвозищи горят, Хвост в воздухе извивается, И кричит змей, Ага, Говорили, Смерть мне От Добрыни Никитича придет, А вот Добрыня И сам мне в лапы попался, Уж я-то его Не помилую. Минуты не промедлил Добрыня, Вскочил на берег, Рубашку накинул, Схватил в торопях Свой колпак узорчатый, Зачерпнул в него Доверху Песку горячего, Да как швырнет В самые глаза Змей Горынычу. Взбыл змей от боли, А слеп Ничего не видит, А Добрыня Как схватит свою палицу, Да как начнет змея Поколачивать, И справа-то, И слева-то, Видит змей, Конец ему приходит. И стал змей просить со страху, Пожалей меня, Добрынюшка, Давай уговоримся, Ты меня живым в мои горы Сорочинские отпустишь, И моих змеенушей Впредь топтать не будешь, А я никогда больше Никого из народа вашего Не похищу. Поверил ему богатырь, Ладно, говорит, Только помни свое слово. Не забуду, Змей кричит, Радостно взмахнул крыльями И кверху взвился. Поглядел богатырь ему вслед, И тоже домой отправился. Час за часом, Как ручей журчит, День за днем, Как река бежит, И вот пронеслась Страшная весть Над Киевом. Похитил змей Из дворца Князя Владимира Любимую его Племянницу, Молодую забаву Путятишну. Плачет, Князь Владимир, Други мои верные, Не уж никто из вас Не в силах съездить В горы Сорочинские Отбить у змея Княжну мою Забаву Путятишну. Отвечают Владимиру Князья-бояре, Эта князь Служба немалая, Никому из нас Ее не выполнить. По силам Такое дело Одному разве только Добрыне Никитичу. Хлопнул В ладоши Владимир Князь. Скороходы, Гонцы мои, Быстрые, Скачите в Рязань За Добрынею, Зовите его На совет ко мне. Примчались гонцы К Добрыне Никитичу, Выслушал их богатырь, Себя не помня От ярости. Погоди же, Обманщик змей, Ты еще узнаешь, Добрынюшку. Говорит Амельфа Тимофеевна, Поезжай, Моя дитятка, Накажи обманщика, Спаси бедну девушку, Да возьми с собой Эту плетку шелкую, Будет чем оброняться, Коль в пути встретишь Поганых змеенышей. Поскакал Добрыня в Киев, Во дворец княжеский, Скачет полем, А змееныши так В траве и вьются, Так и стараются Коню ноги обвить, Бьет их своей плеткой, Топчет копытами конскими Добрынюшка. Вот входит богатырь, Палаты княжеские, Бежит ему навстречу Владимир князь, Со всеми своими Боярами и слугами, Плачет, Жалуется, Выслушал его Добрынюшка. Низко кланяется князь, Добро молодцу, Просит помощи. Погоди, Князь, Кланяца, Дай сперва Одолеть Ворога Поганова, Отвечает Добрынюшка, А сам в двери И на коня. Долго ли, Коротко ли Ехал Добрынюшка, Прискакал он В горы Сорочинские К пещерам Змей Горыныча, А были Те пещеры Запертые, Затворами Медными, Заставлены Подпорами Железными. Кричит Добрыня, Крепко Ты, Змей, От всех Огородился, Да все равно Не спрячешься. Размахнулся Он Своей Палицей И пошел Крушить, Ломать Все Замки, Подпоры И затворы Нерушимые. Рухнули Перед ним Все Прекрады И Вошел Богатырь В пещеры Змеевы. Стал Богатырь От Норы К Норе Переходить, Железные Решетки Ломать, В одних В пещерах Старики Да добрые Молодцы Томятся, В других Киевлянки Красивые Девицы. И Доходит Добрыня До Последней Норы, А там Сам Змей Горыныч С Княжной Забавой Путятишной. Увидел Змей Добрыню, Заревел, А, Это Ты, Что же Ты В поле Наделал, Слово Своё Нарушил, Ведь Обещал Не трогать Больше Моих Змеёнышей, А сам Опять Целую Сотню Передавил. Говорит Богатырь, Да ведь И ты Обещал Наших Людей Больше В пещеры Своей Не Уносить. Ты Первый Обещание Своё Не Выполнил. Зачем Княжну Забаву Путятишну Утащил Сюда? Завизжал, Завыл Змей В ярости, Хоть И добрался Ты Сюда Ко Мне, А Все Равно Не Отдам Я Её Тебе Без Боя Без Кровопролития. Отвечает Богатырь, Ладно, Будем С тобой Биться, Да Только Не Здесь, Сперва На Белый Свет Выберемся, Поворачивайся, И Погнал Змея Из Пещеры Наружу. Выбежали Они Из Пещеры, Схватил Добрыня Свою Палицу, А Змей Заревел, Крыльями Машет, Лапами Топочет, Из Пасти Мечет Искры Огненные. Целых Три Дня Битва Шла, Да Не Устоять Было Чудищу Против Богатыря Молодого, Размахнулся Под Конец Добрыня, Стукнул Змея Со Всей Силы, Тут Тому И Конец Пришел, Полетел Он Пропасть Бездонною. Сел Тут Богатырь На Коня Своего Верного, Забаву Путятишную Перед Собой В седло Посадил. Пчит Их Конь Сорочинских Гор К Славному Городу Киеву, А Пленники Освобожденные Вслед За Ними Спешат. Ходит В тревоге Погорницы Владимир Князь, Тревожно Глядит В окна, И бояре Его Приближенные Все Вестей С Гор Сорочинских Ждут. И Вдруг Затрубили Трубачи, Заликовал Народ До Улицы, Радостные Крики От Ворот Исутся. Выбегает На Крыльцо Князь Владимир, А в Воротах Богатырь Молодой На Коне И Племянница Княжеская С Ним, Ну И Счастья, Ну И Радости. И Пошел Тут Пир Во Дворце Владимир Князя Тольнакиевского. Такой Пир, Что Не В Сказке Сказать, Не Перум А Писать. А После Угощения Плясать Пошли. И По Всему Кию Целую Деделю Веселье Не Смолкало. В Каждом Доме Народ Радовался, Что Пленники От Змея Домой Воротились. А Про Смея Горыныча. С той Поры На Руси Только Сказки Остались. Конец. Редактор субтитров